Настоящий семейный рецепт Повар на дому Я Кертис Стоун. Сегодня я пришел на фермерский рынок в Санта-Фе, где всегда свежие продукты и улыбки на лицах. Все настроены дружелюбно, у всех хорошее настроение. Так случается всегда, когда приходишь на уличный рынок. Я должен встретиться тут с Шармен Джексон Джон, которая решила удивить мужа романтическим обедом. Привет, Кертис, я Шармен Джексон Джон. Мне бы хотелось приготовить обед для мужа. Его зовут Джефферсон. Мы с мужем часто соревнуемся в приготовлении различных блюд. Причем он лучше повар, чем я. Так что сейчас мне хочется приготовить ему что-то по-настоящему особенное. У меня замечательный муж. Пожалуйста, помоги мне удивить мужа. Сейчас найдем ее. А, вон она. Ребята, подождите минутку. Привет, привет. Я всегда смотрю твое шоу. Серьезно? Обожаю его. Шармен, ты прелесть. Спасибо. Ты свободна весь день? Конечно, я хочу приготовить обед. Да, да. Для кого готовим? Для мужа. Дети есть? Нет пока. Только вы двое. В этом году попробуем завести ребенка. Значит, попробуем приготовить фрукты, чтобы у вас настрой нужный был. Это было бы чудесно. А какая еда тебе нравится? Тыквы, кабачки и кукуруза. Они растут здесь. Да. Еще это хорошо для тех, кто хочет забеременеть. Серьезно? Такие продукты возбуждают. А в культуре индейцев навахо кабачки и тыквы означают женское начало. В Австралии у нас другие традиции. Какие? Говорят, беременности способствует шоколад. Он является афродизиаком. Может, десерт сделаем шоколадный? Давай. Такие мы, австралийцы. Это должно помочь. Давай выберем кабачки и тому подобное. Давай. Мы, конечно, будем соблюдать традиции навахо, конечно. Мне нравится. Дайте несколько штук. Никто еще не покупал их для меня. Мы купим гораздо больше, обещаю. Ты что предпочитаешь, рыбу или мясо? Я люблю мясо. Значит, мясо? Да, я мясная душа. О, смотри, у них есть бизон. Где тут можно мясо купить? Мороженое мясо в холодильнике. Да? Да. Возьмем вырезку, перец чили и пожарим все на гриле. Звучит вкусно. Тебе нравится остренькое? Обожаю чили. Я вся в предвкушении. Чудесно. Спасибо. Отлично. Мы купили отличные продукты. И погода хорошая. Свежий зеленый чили. Да. Может, еще томато чили возьмем. Хотите попробовать? Очень острый. Средне острый. Очень вкусный. Что скажешь? Может, сделаем из него закуску? Вкусно и остро. Красота. Достаточно остро? Да. А мне нужен стакан воды. Возьмем штучек шесть. Теперь десерт. Я слышал, здесь любят класть в блюда лаванду. Да. Я думал сделать шоколадный десерт с лавандой. Вкуснятина. Лаванда даст отдушку, а основной аромат даст шоколад. Вкусно будет. Сегодня в меню будет чили-релено, национальное блюдо юго-западных районов. В качестве основного блюда мы сделаем глазной мускул или вырезку с соусом сальса из кукурузы и кабачков. На десерт сделаем шоколадно-лавандовый запеченный сладкий крем. Пока, ребята. Пока. Индейский рынок. Это что-то. Обожаю. Это точно. Пошли лучше к тебе домой. Начнем готовить. А то не успеем сделать обед вовремя. Отлично. Пошли. Куда? Туда. Пошли. Вот мой дом. Круто. Глиняный дом. Да, кирпич, сырец и необожженная глина. Красиво. Где кухня? Сюда. Отлично. Начнем мы с того, что ты очень любишь. С шоколадом. Я действительно люблю шоколад. Сделаем вкусный и нежный десерт. Начинаем мы с десерта, поскольку готовится он в течение часа. А потом его еще надо остудить. Мы сделаем шоколадный крем. Это очень простое блюдо. Берем вот такую кастрюльку и вливаем в нее сливки и молоко. Сливок берем три стакана. Добавляем лаванду. Три четверти от общего количества. Ясно. Потом мы процедим крем. А вот аромат лаванды останется. Теперь кладем сахар. Полстакана. Так. Теперь немного ванили. Это экстракт ванили. Добавляем щепотку или чуть больше. Аромат лаванды пропитал сливки. Позже мы соединим с шоколадом. А пока ставим кастрюльку на огонь и доводим до кипения. Ты говоришь, вы хотите завести ребенка. А у моего брата недавно первенец родился. Правда? Да, я стал дядей. Мы готовы завести ребенка. Собираемся попробовать в этом году. Что самое важное, по вашим традициям, надо сделать, чтобы забеременеть? Шоколад. Отличное начало. Во всем мире все точно так же. У нас нет никакой специальной пищи, зато есть церемонии. Религиозные церемонии. Традиционные церемонии индейцев Навахо. Интересно, ни разу не слышал и не видел ничего подобного. Спасибо. Не за что. Теперь берем яйца. Отделяем белки от желтков. Нам пока понадобятся только желтки. Положим яйца сюда. Теперь взбиваем венчиком желтки и вливаем к ним шоколад и сливки. Вот тут у меня парочка плиток темного шоколада DAF. Лучше брать темный шоколад. Он лучше. В нем меньше добавок и десерт из него получится нежней. Поступаем так. Снимаем с огня сливки и выливаем их на шоколад. Он и растопится. Ясно. Какой у тебя муж? Фантастический. Обожает поесть. Все говорят, что он прекрасный повар. А он не разозлится. Для шефа повара обычно не готовят. Он ведь готовит хорошо, значит, может разозлиться. Я же готовлю ему. Да? Да, я немного умею. Точно? Конечно. И хорошо получается? Да. Так, мы довели смесь до кипения. Сняли с огня. Начинаем выливать. И тут же мешаем. Спасибо, мешай, мешай. Взбиваем желтки венчиком, чтобы туда попало немного воздуха. Благодаря этому блюдо получится более нежным. Идеально. Теперь надо наполнить контейнер теплой водой, которая поможет регулировать температуру. Когда мы поставим это в воду, вода станет забирать жар, и мы получим так называемый щадящий способ приготовления. Ясно. Дальше мы выльем начинку в маленькие чашечки. Когда все будет готово, мы вынесем их из духовки и отправим в холодильник. Духовка разогрета до 250 градусов. И пока мы можем забыть о десерте на целый час. Сегодня мне точно повезет. Мы в доме Шармен и Джеффа Джонов в Санта-Фе, Нью-Мексико. Мы с Шармен начали готовку с десерта, поскольку он готовится один час. Теперь займемся закуской. Первым блюдом будет чили реллено. Мы пожарим перец, снимем с него кожицу, вынем семена, наполним сыром, положим перцы в соус из томата чили, а потом запечем в духовке, но недолго. Нам нужно немного масла, молотый перец, соль, совсем немного. После того, как мы приправили и добавили немного масла, мы кладем чили перцы на гриль. Они поджарятся, и кожица легко сойдет с них. Видишь, как кожица начинает пузыриться? Да, именно это нам и надо. Сейчас мы их перевернем, и ты увидишь пузырики. Да. Теперь укладываем перцы в миску и тут же накрываем пищевой пленкой, чтобы они впитали в себя собственный сок. Для соуса мы сначала нарежем немного лука. Так, это можно начинать жарить, только надо еще добавить чеснок и томаты. Так наш соус и делается. Вот сушеные красные чили. Кладем их в воду и вымачиваем в течение часа. Как только это станет теплым, добавляем немного масла. Так, сбрызни их и дай мне лук на лопатке. Чтобы наш соус был полностью сбалансирован, мы добавим томатно-уксусный соус пассо-пиканто. Буквально пару ложек. Красота. Теперь красные чили. Мы вымочили их в теплой воде. Так, снимаем верхушку, вынимаем семена. Внутрь красного чили добавляем немного воды, а теперь измельчаем их в блендере. Мы измельчили красные чили в блендере с небольшим количеством воды. И теперь выливаем это в наш соус. Ты же говорила, что хочешь погорячее. Да, муж любит остренькое. Теперь займемся чили. Некоторые, готовя зеленые чили, надевают перчатки. Неужели? Говорят, перец сожжет пальцы и впитается в кожу на долгое время. Наденем перчатки? Наденем. Вообще-то я никогда не надеваю на кухне перчатки. Ну и с перцем чили я почти не работаю. Точно. После того, как мы его подержали в закрытой емкости, мы легко можем снять кожицу. Вот так. Теперь надрезаем и вынимаем семена. И сыр. У меня два сорта мексиканского сыра. Это квесо фреско, которым мы посыплем сверху. Он хорошо тает. Отлично. Еще он соленый. А это асадеро. У него необычный вкус, и я решил начинить перцы им. Внутри будет кремообразная сырная масса. Да. Отрежем вот такой кусок сыра. Вот тебе половина. Для таких крупных перцев нужно немало сыра. Заполнять перцы надо как следует, чтобы сыра было много. Знаешь, как получают чили? Как? Говорят, когда сажаешь чили, чем более ты злой, тем более острым получится перец. Правда? Правда. Значит, увидев удачливого производителя перцев чили, мы будем знать, что человек он злой. Да. Теперь берем соус, выкладываем перцы в него и крошим сверху сыр. Это квесо фреско, он тут повсюду продается. Точно. Берешь и ломаешь. Как только твой муж придет домой, мы сразу же поставим их в духовку. Ясно. Теперь можешь идти накрывать на стол. Хорошо. А я займусь последним блюдом. Хорошо. Он придет домой и удивится. Конечно. Ладно, иди. Я скоро буду. Ладно. Шармен, как красиво. Спасибо. Отличная работа. Надеюсь, у мужа создастся особое настроение. Обязательно. Все смотрится великолепно. У меня все готово, можно приступать к стейку. Можно попросить мужа прийти пораньше? Конечно. Сейчас позвоню ему. Можно? Да, звони. Вот он, мой телефончик. Что скажешь ему? Скажу, в доме дверь захлопнулась, а я на улице стою. Так часто бывает. Отлично. Он обязательно поверит. Привет, милый. Угадай, что случилось. Дверь захлопнулась, а я на улице. Приезжай, откроешь. Через пять минут? Отлично. Пока. Приедет через пять минут? Ребята, заняли позицию двери. Он будет в шоке. Сюрприз! А я думал, у тебя дверь захлопнулась. Привет. Я Кёрти Стоун. Очень приятно. Взаимно. Твоя очаровательная жена сходила утром вместе со мной на фермерский рынок. Так. Я помог ей приготовить обед. Обед для особенного человека. Мы готовили весь день и сделали для тебя вкусный обед. Звучит заманчиво. Добро пожаловать. Я так рад. Привет. Проходи, выпей бокал вина. Прекрасно. Какая милая пара. Сидят, наслаждаются обществом друг друга. У меня тут чили релено. Он не очень горячий, поэтому я залью его обжигающим горячим соусом, который расплавит сыр, и положу тарелку в духовке, чтобы подрумянился вверх. Видите, как начало пузыриться? Красота. Главное поставить в самый низ. Две минуты, и готово. Еще раз спасибо. Я тебя люблю. Не знаю, почему я плачу. Не надо, а то я тоже заплачу. Где вино? Красное или белое? Я буду красное. Бокал красного. Мне тоже. Да. Так. Меню отличное. Мы целый день трудились. Вот бокал красного. Для начала. Спасибо. Сейчас принесу первое блюдо. За Кертиса и мою жену. Ура. Вроде готово. Постояло в духовке лишние пару минут. Сыр как раз слегка поджарился. Я даже перекладывать ничего никуда не буду. По-моему, и так очень красиво. Ребята, первое блюдо. Вкусно, наверное. Спасибо. Смотрится отлично. Ух ты. Чили Релену. Надеюсь, вам понравится. Пальчики оближем. А какой запах. Спасибо. На здоровье. Угощайтесь. Спасибо. Приятного аппетита. Захотите еще? Вот тут все лежит. Спасибо. Вкусно. В меру острое. Сегодня на закуску мы приготовили блюдо юго-западной кухни чили Релену. Пока они наслаждаются чили Релену, я подготовлю к подаче на стол основное блюдо. Смотрите, какая красивая кукуруза. Обожаю работать с продуктами, которые красивы на вид. Сбрызнем небольшим количеством оливкового масла. Вот так. Немного молотого перца и соли. Теперь немного поджарим, а потом выложим остальные ингредиенты. Тут не надо забывать, что мы готовим вырезку, которую подадим с соусом сальса, из кабачков, цукини и кукурузы. Шармен говорила, что они с мужем хотят завести ребенка. Это прекрасно. А еще она добавила, что, судя по поверьям ее народа, забеременеть помогут две вещи – кабачок и кукуруза. Так что это блюдо идеально подходит к сегодняшнему дню. Добавлю чуть-чуть оливкового масла и выложу лук на горячую сковородку. Как только лук и чеснок станут мягкими, можно добавлять овощи. Главное не забывать мешать. Если кукуруза лопается, значит она поджарилась до нужного состояния. Блюдо надо тут же снять с огня и остудить. Теперь стейк. Немного посолим вырезку. Натрем слегка смесью из перцев чили. Теперь оливковое масло. Сбрызнем сверху и ватрем масло в мясо. Все. Кладем на гриль. Кукуруза слегка остыла. Ее уже можно взять в руку. Берем нож и вот таким образом обрезаем кукурузу. Теперь соединяем ее с кабачком. Наши стейки жарятся с одной стороны уже 2,5 минуты. Их надо перевернуть и жарить еще столько же. В результате 5 минут, и стейк средней прожаренности готов. Чтобы стейк был нежным, не режьте его в течение трех минут после того, как сняли с огня. Пусть подождет. А теперь можно закончить с овощами. Кукурузу, кабачки и цукини, чеснок и лук, все это на сковородке, все пахнет изумительно. Кукуруза сладкая. Чтобы не было слишком сладко, я добавлю чуть-чуть уксуса. Теперь перемешаем и готово. Вкусно. При подаче на стол можно сбрызнуть стейк лимоном. Стейк смотрится великолепно. Пахнет даже более остро, чем окажется по вкусу. Берем овощи. Выкладываем красиво на тарелку. Кладем стейк. Надрезаем его. И подаем на стол. Красота. Стейк у нас средней прожаренности, как мы и хотели. Просто идеальный стейк. Дорезать его можно ножом. Сбрызнем оливковым маслом, положим пару листиков кинзы и вперед. Это главное блюдо. Это бизонья вывеска, острая, с перцем чили, как раз по вашему вкусу. Мы любим такое. Вы отлично поработали. Приятного аппетита. Спасибо. Великолепно смотрится. Как вкусно. И очень сочно. За тебя и за Кертиса. Давай говорить тосты всегда. За динамичный дуэт. Нравится? В качестве главного блюда у нас была вырезка с сальсой из кукурузы и кабачков. Сейчас мы будем подавать шоколадный десерт, то есть запеченный шоколадный крем, поскольку мы добавили в него яйца для вязкости и готовили в духовке на водяной бане. Есть это блюдо надо со сливками, поэтому сверху мы положим чуть-чуть сливок. Вкусно. Вот как мы подаем это блюдо. Спасибо. Последний аккорд. Меня удивило, что в Нью-Мексико много лаванды. У моей мамы тоже растет лаванда. Я решил добавить ее в блюдо. Шармен сказала, что вы оба любите шоколад. Я решил, что шоколад и лаванды – это хорошее сочетание. Поэтому я добавил ее в молоко и сливки. Который использовал для приготовления шоколадного крема. Должно быть вкусно. Мне было очень приятно познакомиться с тобой. Все было замечательно. Большое спасибо. Я насладился этим чудесным днем. Спасибо. С тобой тоже рад был познакомиться взаимно. Я прекрасно провел время. Спасибо, что пригласили в дом. И тебе спасибо. Я рад, что оказался в Нью-Мексико. Приятного аппетита, ребята. Спасибо. Приходи еще. Наслаждайтесь друг другом. На десерт мы приготовили вкусный запеченный шоколадный крем с лавандой. Хотите узнать больше? Заходите на наш сайт tlc.com Я поражен. Так вкусно. Что скажешь? Пусть остается. Спасибо. Отличный был день. Лучший день в моей жизни. У меня сердце чуть наружу не выскочило. Я была так рада. Так хотелось увидеть его счастливым. И он был счастлив. Люди иногда всю жизнь ищут вот такую вот свою вторую половинку. О лучшем дне я и не мечтала. Я так счастлива. А теперь... Пошли в спальню. По-моему, шоколад уже действует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...